Звали женщин не полностью одетых, да? Но в то время это было вообще перестроек, ну, это был какой-то, восьмой, например, да, мне 15 лет было. Но я не думаю, что после 15 уже ходила. Но вот мы всем классом ходили раз в 12 на этот фильм. А в интердевочке была, я помню, фраза такая, как о валютной проститутке, и милиционеры спрашивают, как же тогда хотелось для такой жизни? А она говорит, ну что, повезло, так повезло. Говорит, ну. И это такой был на тот момент сдвиг, такой вообще слом вообще всего морали, слом идеологии, слом вообще всего, чем люди жили 70 лет с 17-го года. Потом бах, и такого прямо слом. Если кто помнит это время, но потом быстренько все привыкли. А потом вдруг опять сейчас все поменялось, опять быстренько все привыкли, сейчас опять все поменяется, опять быстренько все привыкнут. То есть люди очень легко привыкают к правящей идеологии и живут в ней как общий сценарий, в него верят и были искренние пионеры. У нас полно было искренних пионеров. А мы сейчас изучаем Тору. Нам повезло, что Тора это знание Всевышнего, который сотворил мир и который передал нам это знание в виде пророчества через Машера Бену, через Моисея. И когда он нам передал это пророчество через Моисея, мы его выучили, а мы его изучаем. Значит, если человек узнает, что он сделал ошибки, ошибка бывает. Всевышний предусмотрел, то еще сотворение мира. Он вначале сотворил Тору, потом он сотворил раскаяние, чтобы можно было откатывать версии, а потом только он уже сотворил. Помните, мы учили? Семь вещей было сотворено до сотворения мира. Тора, раскаяние, рай, ад, в числе о кого? Трон Всевышнего, храм и Мошех. То есть получается, что все вот эти вот были элементы до сотворения вообще самого мироздания. То есть это очень интересно. Мошех, значит, я сейчас только так думаю, это как бы и есть вот этот сверхчеловек, Мессия, да, в котором проявится больше всего Всевышний. Я думаю, что это именно так. И Маше Робей, но он не был в Машех, да, как таковой, хотя Муше само имя, но похоже от слова Маше. Машех это тот, кто вытаскивает, да, Машех это тот, кто лемшок, это тянуть. И Машех это тот, кто вытащит, как бы, мир весь на следующий уровень, на следующий духовный уровень, уровень восприятия. Хорошо, мы сейчас изучаем 20 лайфхаков, 20 инструментов, как делать не... Глава поколения это просто глава поколения. Есть глава поколения в каждом поколении. Говорят, что есть нереализованный Машех в каждом поколении, что он мог бы, если бы поколение было готово, то он мог бы стать вот этим вот ключевым человеком, через который происходит этот переход. Но глава поколения, если он нереализовался, в каждом поколении есть такой нереализованный Машех, который из-за того, что поколение не готово, он так и остается нереализованным. Значит, мы изучаем 20 лайфхаков раскаяния, как если лично каждый человек... Тут вначале нужно собой заняться, знаете как? Есть один какой-то великим мудрец, он говорил так, когда в молодости я хотел спасти мир, потом я уже хотел спасти хотя бы город, в котором я живу, потом я уже хотел спасти хотя бы свою семью, и в итоге я понял, что, дай Бог, мне так мало времени осталось, спасти бы себя, имеется в виду в духовном спасении. То есть Всевышний так сделал, что в каждом из нас, даже в Якове-Шатадине, в Раве-Якове-Шатадине есть внутри то, что называется Ецерара, животное начало. Животное начало, значит, и это животное начало, оно очень древнее, это змей. Это змей, который... Всевышний змей это создал до человека, получается. Еще не было человека, а змей это уже был. И потом, получается, этот змей, он вошел как бы человека в виде рептильного мозга. У каждого из нас есть рептильный вот этот вот мозг, который инстинктивный мозг, который все, значит, видит что-то. Вот сейчас, например, сегодня вечером пост 9-го. И в пост рептильный мозг этот, это же животное, которое запрограммировано на выживание. И вот смотришь на воду, пост, хочется пить, а нельзя. То есть вот эта человеческая надстройка, которая изучила, что 9-го было разрушение первого храма, второго храма, значит, грех разведчиков, начало Первой мировой войны, издание из Испании, гушкатив, то есть очень много было проблем 9-го. Человек, который осознает, он говорит, все, я буду поститься, зачем мне нужны внешние страдания? Я лучше возьму на себя сам. То есть без еды, без воды это страдание, страдание. Буду страдать, буду вспоминать, как же мы могли тогда не войти в землю Израиля, отказаться и хотеть вернуться в Египет. Как же мы могли в 20-м году, в 1920-м году, когда была декларация Бальфура, и можно было уже ехать в Израиль, как же мы могли не поехать? Это грехи отцов, он вспоминал. Как же мы могли с 20-го года по 40-й год не заселить землю Израиля? Еще можно было, если бы все постарались, можно было вернуться, потому что уже как бы была возможность. И англичане в это время, они заселяли, прям насильно сюда завозили этих арабов из Египта, из Иордании. Не было тут никаких палестинцев никогда. Если бы заехали тогда евреи на эту пустую землю, то тогда не было бы вопроса. Но вот мы опять тоже, как в пустыне тогда, все, значит, ну, нам нормально. Хорошо в Европе, нам хорошо в Америке, нам хорошо в мусульманских странах, нам хорошо. А в Израиле, ну, успеем. Мы будем молиться три раза в день, что верни нас в Израиль. Мы будем говорить прямо после каждой еды, мы будем говорить, что верни нас в Израиль. И все, мы знаем, что Израиль наша земля, мы хотим вернуться, но как-то в другой раз. Это все ецерара. Это все ецерара, это злое начало, животное начало. Человеке, которое посылает постоянно импульс, такой же, как у животных, а как у животного импульс. Поел, поспал, размножился, и забрать, и съесть другое животное, да. У животного какой импульс? Он хочет все время кого-то, значит, размножиться, наесться, кого-то что-то забрать. Вот все животные. Каждое животное, оно поедает кого-то другого. Если те животные, которые можно кушать, вот чистые животные, да, корова, например, или овечка, они, в принципе, что они, кого они поедают? Они только травку поедают. Вот их, кстати, можно кушать, потому что идеальный человек, который на духовном уровне, он должен быть как свое животное, сделать как домашнее животное, а не как хищное. Потому что если он себя сделает как, например, хищное животное, или еще хуже, еще хуже, самое худшее быть как насекомое. Поэтому насекомых нельзя есть вообще еще строже, чем там свинью какую-нибудь или хищных животных. Насекомых нельзя есть, потому что, ну, посмотрите на этих насекомых. И вот когда человек поедает насекомых, он как бы в себя запускает вот этот программный код насекомого. Насекомое же, оно не просто насекомое, значит, насекомое, оно как, ну, посмотрите на насекомое, да. Да, есть же такие люди, которые едят насекомых, и эти люди, которые едят насекомых, они, значит, похожи становятся на насекомых. И очень интересно, что в Китае почему столько населения, да, они едят насекомых. Те страны, которые хотят, чтобы у них было умножалось население, иногда заставляют всех есть насекомых. Потому что насекомые размножаются с дикой скоростью. Насекомых больше, чем у людей в мире, представляете? А люди, которые хотят быть духовными, которые хотят воспитывать свою душу, создавать свою душу и удостоиться вечной жизни, они не едят ни насекомых, ни хищных животных. Они едят в худшем случае, я назову это в худшем случае, едят в, значит, домашних животных. А в лучшем случае едят рыб, которые вообще безобидные. Хищных рыб тоже не едят, кстати. Едят таких вот безобидных маленьких рыбок. И едят растения, получают, значит, от солнца и от земли, получают силу. И эту силу, эту энергию они скапливают в формате, в котором человек может это себя тоже имплементировать, да, в виде еды. И, ну, это чистая вот такая вот энергия, чистая. А теперь, если ты съедаешь, например, такую же устрицу, то ты становишься как устрица, да, то есть ты как бы... Устрица что такое? Это хранилище энергии. Да, птицы домашние почти как рыбы. Уточки, курочки, все это чистые животные. Индейка, оду. Оду это как индейка. Вот почему едят индейку на день благодарения, да? На еврейке индейка это оду, благодарение. Тот же корень, что леодот, благодарить. И иудим, благодарящие. Значит, оду едят на день благодарения, потому что в ней есть символ благодарности ко Всевышнему. Значит, теперь, допустим, человек наелся там насекомых, он наелся змей, наелся, закусил это все собакой, забитой до смерти, как корейцы делают, да? Корейцы, они собак, значит, забивают до смерти, чтобы собака мучилась и страдала, чтобы она была такая адреналинная, и потом они этих собак едят. Я был когда-то в Корее, на меня напал кореец. Реально, вот я сейчас вспоминаю, напал на меня кореец, значит, он был точно как собака, наверное. Наелся собакой, напал. И, значит, как исправиться? Мы уже дошли до 15-я, вчера мы закончили. Это молитва. То есть молитва – это самый такой способ, молитва очиститься, соединиться со Всевышним, вступить в диалог со Всевышним и подняться на новый духовный уровень, стать новой личностью через молитву перед Всевышним. И новая личность, если человек раньше ел насекомых, он говорит, я сожалею, это я в прошлом, а я в настоящем, я новый, я насекомых не ем есть, вообще не собираюсь, только трава, курица и так далее. Шестнадцатый лайфхак, значит, исправление содеянного, чтобы исправить все, что натворил. Если, например, отнял чужого, вернуть отнятое. А сделать это следует перед исповедью, чтобы исповедь была принята. А если ты когда-то давно отнял чужого, а теперь нечем вернуть, пусть молит Всевышнего, чтобы дал ему возможность вернуть. То есть здесь как раз я помню, сегодня Йорцайт, сегодня, пускай изучение нашей Торы, будет для поднятия души раб Ицкак Йосеф, сын Раббинциона Хайма. Это раб Ицкак Зильберг, Зехрана Цвидетель Враха, который как раз ушел 20 лет назад, 8-го числа месяца Ав, он ушел из этого мира, и он сейчас там, я его ученик, значит, вы тоже его ученики, значит, пускай это будет для ему, для поднятия души, для радости, он пускай там молится за нас, чтобы мы все стали по-настоящему чистые, светлые, религиозные, добрые, настоящие люди. Ему задавали вопрос, он был 917-го года рождения, ушел из этого мира в 2004-м году, прожил 87 лет, получается, в этом мире, да, и его спрашивали, он очень хорошо же знал советскую действительность, он закончил Казанский университет, он сидел в тюрьме в ладерях, с 52 по 53-й год, в исправительно-трудовых ладерях, его спрашивали, вот Рабыцкак, а что делать, если человек, например, воровал на заводе? Вот он работал на заводе, и на заводе воровал, вот как ему теперь вернут награбленное, да? Я не помню, что он отвечал на это, если честно, я не помню, но, по-моему, там, как бы, ответ был в том, суть ответа, что так как заводы-то принадлежали рабочим, то есть там же был социализм всеобщая, то, получается, он свое забирал, то есть он, как бы, не то, чтобы он воровал, то есть он же не у кого-то конкретно воровал, а он брал то, что принадлежит рабочим и крестьянам, он, если он работал на заводе, он рабочий, значит, он просто брал свою собственность, но это, я не помню, чтобы он так отвечал, я помню, что он, когда сидел в ладере, в трудовом, то у них в ладере как было, что человека исправляли трудом, то есть считалось, что это трудовая колония, как бы его исправляли трудом, а раз он трудится, в Советском Союзе уже была система, социализм и ему начислялась зарплата, но потом с него же эта зарплата вычиталась за питание, за охрану, что его охраняли, не чтобы он не убежал, а чтобы его никто не обидел, охрана стояла, и за фильмы, за культурно были массовые мероприятия, фильмы показывали Ленин в октябре, перевоспитывали, в общем, в итоге получалось, что ведомость в ноль уходила, то есть зарплату начисляли, зарплату распределяли, и у него ничего не оставалось, теперь, но когда он выходил из тюрьмы, три года отсидев, то он пришел в бухгалтерию, и говорит, вы знаете, говорит, а я же не кушал все три года в столовой, то есть вы можете проверить, а он ел только кошерное, и он три года, он питался сухарями, если ему там могли что-то пронести, чуть из дома, какие-то там картошка, может быть иногда рис в горшочке, то есть только иногда, иногда, а так он все три года был на сухарях, и на чай, все, чай, вода, и он говорит, я три года не кушал в столовой, поэтому вы мне, пожалуйста, то, что вы с меня за питание вычитали, вы мне деньгами теперь выдайте, пожалуйста, я же не ел, 36 инстанций прошло его заявление, по поводу выплаты денег, и в итоге он вышел из тюрьмы с огромной суммой денег, я когда его спрашивал, Равис как, а как, ну вот как вы, как вы вообще это объясните, он говорит, вытащить из них деньги, он все время смеялся, шутил всегда, у него была вся жизнь, он очень был, самый счастливый человек, который я его знал, он говорил, вот так показывал на плитку пола, и говорит, вытащить эти деньги было сложнее, чем из этой плитки вытащить мед, извлечь мед из этой плитки проще, чем было извлечь эти деньги, но тем не менее, он эти деньги извлек, почему, не знаю, это шло против его, как бы он, никогда не придавал внимания, у меня потом была идея такая, что он, его жизнь был один всегда вопрос, что Бог от меня хочет, что Бог от меня хочет, это был единственный его вопрос, вот, причем не глобально, а в данный момент, вот, конкретно, в этот момент, в моей жизни, как мне поступить, чтобы Бог был доволен, обычно мы как живем, мы же живем все время, чтобы, как мне поступить, чтобы я был доволен, когда человек, я сегодня только на эту тему думал, когда человек живет, вот, например, он живет в общении с другим человеком, и он общается с другим человеком только когда другой человек ему нужен, и только в формате просьбы. Он говорит другому человеку «да мне», тот человек ему дает, он ему не говорит даже спасибо, тот человек его содержит, он ему все дает, а он ему не говорит спасибо, и обращается к нему только в моменты, когда ему что-то надо. Вот как бы, долго бы вы лично себя поставьте на место человека, который другому человеку что-то дает, Он постоянно дает, содержит его, по ним помогает ему, заботится о нем. А тот, о котором вы заботитесь, он не благодарит вообще и обращается, про вас вспоминает только, когда ему что-то надо. Вот как бы вы к такому относились? И примерно так мы по отношению к Богу. То есть мы про Бога вспоминаем только, когда нам что-то надо. Он нас во всем содержит, все нам дает. Мы за это не благодарим. А что благодарить? За глаза, за руки, за ноги. А что благодарить? Типа, это нормально. Это ненормально. Сколько людей есть, которые уже умерли, у которых не работают, не дай Бог. И так далее. Но человек по отношению к Богу, то, что Бог ему дает, его обеспечивает, не благодарит. Когда что-то надо, как тревога, так до Бога. Дай мне, дай мне, дай мне. Потом, когда Бог дает, он опять говорит, ну я красавчик, молодец, вот я круто все вырулил. Если Бог ему дает богатство, он говорит, это я как заработал, какой я умный, какой я крутой, какой я вообще супер вообще. То есть он в этом случае про Бога вообще забывает. А Раф Зильбер, он наоборот, он все время думал про Бога. То есть он все время хотел сделать то, чтобы Богу было то, что Бог хотел. Это называется правильнее. У меня была такая идея, я даже спрашивал у его дочери потом, вот этот поступок у него был непонятный, потому что для него деньги не значили ничего. То есть у него, не, я ему неправильно говорю, не то, что деньги не значили ничего, но он не работал для денег. Например, был момент, сейчас вам еще один про него расскажу момент. Про этот момент я спросил у его дочери, я говорю, почему он ходил по 36 инстанциям и просил эти деньги. В Туре есть такая, как момент, что Бог сказал Аврааму, что твое потомство будет рабами, притесняемо будет чужой земле, и потом выйдут с большим имуществом. Так он сказал Аврааму. И потом юристый народ был рабами в Египте, их забрали несправедливо в рабство, они там были 210 лет в тяжелейшем рабстве. И потом, когда они уходили, Бог сказал Мошер Абейну, чтобы они пошли к египтянам и забрали, попросили у них золотую и серебряную посуду. Когда они приходили, египтяне им давали золотую и серебряную посуду, потом они вышли с этим золотом и серебром. И Мошер Абейну, он не хотел это делать. Значит, он Богу сказал, зачем это нужно, нам бы уйти. Это знаете как, когда человек сидит в тюрьме, ему говорят, все, я тебя завтра выпускаю, или ладно, останется еще на пару дней, чтобы забрать зарплату. Он говорит, нет, говорит, отпустите сегодня, я не хочу тут сидеть больше. Они не хотели это делать, но Бог сказал Мошер Абейну, я Аврааму обещал, значит так и будет. То есть, я Аврааму сказал, что будут рабами и выйдут с большим имуществом, значит так и будет. И так как Равыцкак, он делал все по принципу Торы, а главный принцип Торы, что дела отцов, знак для сыновей. Вся вот эта вот история, которая рассказывается в книге Берешит, вот эти все архетипы, это все повторяется. Возможно, тоже он был в тюрьме три года, это как можно оценить как рабство, да, то есть он действительно работал, это был рабский труд. Написано, выйдут с большим имуществом, он думает, ну должно же мне это тоже сработать. И он, значит, пошел и говорит, отдайте мне, ему отдали, он вышел с большим имуществом. Она говорит, ну может быть, типа я никогда не спрашивала, не думала, почему, зачем он это делал, но он именно вот написал заявление и с ним ходил, значит, и вышел с деньгами. Вторая история, она другая. Он, когда ехал, например, куда-то, он просто поднимал руку, там приезжало такси, то есть он все время очень спешил и бежал от заповеди к заповеди. Он собой вообще не занимался, он все время занимался только нуждами других людей, он им помогал, он их обучал теории, он все время был занят тем, что кому-то помогал, прям каждую секунду. То есть у него вообще не было, не было свободного времени, не то, что свободного времени. У него была, вот вчера выступал один раввин, который тоже был математик. И он говорит, мы как-то с Равыцкаком разговаривали, и он говорит, что я доказал теорему фирма. У него были научные работы, он был математик. Теперь этот ему говорит, так, это же, ну, это огромное, там, открытие и так далее. Равыцкак говорит, а на столе лежали у него все время какие-то записочки, просьбы людей о помощи. Какие-то бабушки, старушки, женщины, которые не могли найти мужей, чтобы взять у них дед. Кто-то приехал. Ну, то есть людям все время он кому-то помогал, простым-простым людям, вот просто решая какие-то жизненные вопросы. И Равыцкак говорит, что мне для того, чтобы эту работу оформить правильно, как бы закончить их, да, по математике, мне нужно месяц примерно только этим заниматься. А вот это вот, что будет с этими людьми, они же не могут ждать. Говорит, это важнее. То есть для Бога помочь одному человеку важнее, чем доказать теоретические решения теорема фирма, которая там, этот фирма, какую-то он теорему доказал. Ну, то есть это такая теоретическая высшая математика какая-то, которая практически вообще непонятно имеет ли какое-то значение. И поэтому он математикой не занимался, когда приехал в Израиль. Ему нужно было заниматься людьми, которые не знали про Тору ничего, делать обрезания, женить их, обучать Торе и так далее. То есть 30 тысяч человек пришли на его похороны, которым он лично помог в каком-то их жизненной сложной ситуации. Математика, ну как-то, ну был бы он математиком. В общем, он математикой не занимался, хотя вот мне сейчас интересно, я недавно был у его дочки, Рабанит Хава Гупперман, и она сохранила все его бумаги, вся его, как, вся комната у него вот полностью восстановлена, как он жил. И она показывала, прямо открыла ящик, там лежали его математические работы. И у меня есть один, я ее спрошу, у меня есть один знакомый, он такой всемирно известный математик. Интересно было бы ему показать эти работы, то есть действительно он, когда приехал, он этим уже не занимался. Хорошо, дорогие друзья. Так что, значит, шестнадцатое исправление содейного. До раскаяния нужно исправить то, что ты сделал, если ты можешь исправить. А если ты не можешь исправить, то тогда надо молиться Всевышнего и просить, чтобы он принял это раскаяние без исправления, потому что ты исправить не можешь по каким-то причинам. Или нет тех людей уже, или не можешь отдать им, или у тебя нечем отдать, или ты его не помнишь. Знаете, например, продавщица, она стояла, всех обвешивала. Стояла, и каждого она обвешивала там на 50 грамм. Где она найдет всех этих людей? То есть как ее исправить, если она конкретно, вот тут уже это конкретно, она не у магазина воровала, она у людей воровала. И получается, что если она у людей украла, а она этих людей не видела, а в день мимо нее проходило 100 человек по 50 грамм, то ей, конечно, тяжело исправить и найти всех этих людей, вернуть, и будет очень тяжело. Но она, например, может сделать какую-то благотворительную столовую, это, по-моему, у нас до этого уже было, да? Да, да, вот 17 состоит в том, что стремится за деяниями добра и правды. Как сказано, добром, милосердием и правдой искупается грек, в Мишне написано в притчах. Если преступник не раскаялся, не вернулся ко Всевышнему, его преступление не искупается деяниями добра. Но если он раскаялся и вернулся ко Всевышнему, то он может сделать множество добрых дел. Вот если это продавщица была, она может так же напечь булочек и ходить, например, там в какие-то дома пристарелых, все, и раздавать эти пирожки людям, пироженки какие-то, корожочки. 100 человек в день она оборовывала, или 100 пирожочков или печенечек она кому-то раздала. Люди радуются, это добро. И она таким образом, она раскаялась, но она может исправить. Это был 17 лайфхак, который, видите, мы сегодня чуть-чуть успели даже поучиться. Все, дорогие друзья, всем удачи, успехов, легкого поста, кто будет поститься, значит, чтобы было страдание, но оно было умеренное, да, чтобы, значит, с одной стороны страдать, все-таки нужно в этот день страдать, а с другой стороны, чтобы умеренно страдать, остальные, кто не будет поститься, хотя бы преуменьшить и в радости, не слушать музыку, каким-то образом. Больным людям нельзя, там, без разрешения врача никаких делать экспериментов со своим телом, поэтому, но можно не радоваться, там, не обжираться, кушать в этот день простую еду, какую-нибудь хлебушет с водичкой и без излишеств. То есть было бы отлично, все-таки в храмах приносили, даже если вы не евреи, то в храмах приносили жертвы каждый день за все народы мира. И были, не евреи тоже могли приносить жертвы на разрушение в храме, значит, жертвы все сожжения, значит, и поэтому это был общий храм, который искупал грехи всего мира. И поэтому всем стоит поскорбить о разрушении храма и помолиться о том, чтобы он быстрее был построен, чтобы третий храм был построен, пришел на шеях, и мы это увидели своими глазами, исправление мира, и чтобы мир наконец-то стал добрым, веселым, счастливым, радостным, здоровым, и мы с вами увидели это своими глазами. Все, спасибо большое, до завтра с Божьей помощью. Завтра урок будет, только будем учить те моменты, которые разрешено учить, только про разрушение храма. Поэтому завтра мы будем изучать, именно есть книга Иха, которую читают в 9 ава, и есть, ну, в общем, найдем завтра, что получить из разрешенного, как раз узнаем больше про разрушение храма. Все, до завтра.